Криво А рыбка яркая, в душе медуза Искажение любви, искажение Искажение судьбы, искажение В отражениях кривых Олечка, ну я тебя прошу, не капризничай, пожалуйста Я не капризничаю Димочка, понимаешь, просто Эта квартира, пускай ее снимаешь и ты Но все же Мой дом, не знаю, мой угол А там, где ты жил с Ксенией Прости, я не могу Ну, хороший, я обязательно Куплю другую квартиру, но сейчас В этой квартире есть комната, там можно сделать детскую Димочка, давай не будем загадывать Ну, пускай малышка сначала родится А потом посмотрим И вообще-то ты завтра уезжаешь в командировку Ну, скажи, что я буду делать Одна в пустой квартире Хороший день, мне тебя очень хорошо Все, вопрос закрыт Чувствуешь? Толкается Толкается? Напоминает о себе Малыш, привет Сейчас посмотрим, что они насчитали Сейчас посмотрим, что они насчитали Ой, коммуналка опять выросла Ой Одно варье вокруг, Петя Одно варье Да, слушаю Привет Мне нужно с тобой кое-что обсудить Ксения, нам нечего с тобой обсуждать Слушай, я не собираюсь скандалить Я просто хочу поговорить Я завтра уезжаю в Москву, вернусь только в субботу Прекрасно Я назначаю тебе встречу в субботу Я прилечу только к часу Пока наберусь в город, пока то, другое Меня это устраивает Пока Николай Павлович, я очень на вас надеюсь Олечка, ты мне как раз и нужна Извините, я на секундочку Значит, смотри Оль, нужно составить график Индивидуальную работу на следующую неделю Так? И потом у нас в младших классах объявляется карантин Анна Теофеевна, берите документы, пойдем со мной Читай, читай внимательно Так, что я еще хотела вам сказать Так, я хотела еще Сказать вам следующее Давай-ка, Клавдюша Мы по индивидуальному графику Съездим проведать мою бабушку Только папе, наверное, ничего не скажем А то он рассердится Пускай это будет наша с тобой маленькая тайна Слушаю Владимир Игоревич, вам звонит по личному вопросу Некая Ольга Терентьева Ольга Терентьева? Да И говорит, что вы ждете ее звонка Соединять? Ах, вот как Ну, соедини Я слушаю Нам нужно встретиться Да А мне это зачем? Дело касается вашей дочери Ну, хорошо, приезжайте Нет, в ваш офис я не поеду Мне было бы удобнее встретиться у вас в городской квартире Чем быстрее, тем лучше Ну, тогда в субботу в три Удобнее в двенадцать И еще, не нужно, чтобы о нашем разговоре знал господин Ледвинов Не слишком ли много условий, девушка? Нет Это в ваших интересах, поверьте Но главное, в интересах вашей дочери Я буду ждать вас, приезжайте Ну, здравствуй Бабулечка Музыка Музыка Здравствуй, Петенька Здравствуй, Петенька А Я тебе твою любимую книжку принесла Ты прости, что я так долго не приезжала У тебя-то целая история получилась Можно? Слушай, а почему тебе Дед Мороз в кепке? А это папа, да? Оля Мамочки мои Здравствуйте, тетя Дзина О Ой Да Мамочки Поздравляю Спасибо А что мы стоим? Пойдем в дом А я хотела бы с Петей поговорить Ты знаешь, не надо с Петей Ухудшение у моего мальчика Ну, после того, как бабушки твоей не стало Лучше расскажи, как ты? Как ты? Пойдем, пойдем У меня такой чай травяной есть Я, если честно, чай не очень хочу Ну, как ты что, тебе при твоем положении теперь нужно иммунитет укреплять Пойдем, мне все расскажешь Как ты живешь? Я так рада тебя видеть, солнышко А травяной сбор я тебе с собой дам, хорошо? Угу Ой, хорошо, ты не переехала У нас здесь не все плети одни Мы ж совсем Поступил анонимный сигнал Московским рейсом прилетает наркокурьер И документы у него на имя Вадима Викторовича Литвинова Принять все меры к задержанию и к тщательному досмотру Выполнять Здравствуйте, цветы для Оли Терентьевой Спасибо Угу А… Любимая, я жду тебя сегодня в моей новой квартире Нет, в нашей новой квартире Я из аэропорта поеду прямо туда Приезжай к часу дня Тебя ждет сюрприз Целую твой Вадим Ты? А ты кого ждал? Уж не Оленьку или Терентьеву? Да, откуда ты знаешь? Что с тобой? А потому что именно она сюда меня позвала Сказала, что ж… О Господи, нужно что-то обсудить Что с тобой? Тебе плохо? Наверное, нервы, какие-то адские спазмы в животе Сейчас воды принесу, посиди Да, воды хорошо бы Ах… Так Пожарить Я тень Титься Ответ А к 커сть Оля Чleş Очистить А Так Да я Не так. Ну как ты? Выпей. Спасибо, да. Немного получше. Давай выпьем, папа, за то, чтобы вся эта канитель быстрее закончилась. Ты же за рулем. Я выпью воды. А ты налей себе глиняку. Ну хорошо, давай. Ну за это я выпью с удовольствием. Так внезапно позвонила, да еще требовательно разговаривала со мной, как будто я что-то должен. Интересно, зачем она собрала нас вместе? Я тебя умоляю, что ей, может быть, от нас надо? Только деньги, больше ничего. Не знаю, может быть. А вот я… Открой, пожалуйста, окно. Что-то мне… Ничего личного, папа. Ты сам меня учил. Закон джунглей. Выживает сильнейший. Какие наркотики? Какой наркокурьер? Вы вообще в своем уме? Я сейчас позвоню куда следует, и вам в доступной для вас форме объяснят, кто я. Привет какой-то. А подойти к доне таможенного контроля. Как слушал, прием. Дима! 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 Господи! Дима! Дяденька! Сейчас подождите, ладно? Дима! Алло, скорая? Приезжайте, пожалуйста, скорее. Это человек без сознания. Я не знаю, что с ним. Он… Садовый 37, квартира 8. Спасибо. Нет, это мой мяч. Отдай. Он мой. Олечка, я вернулся. Оля. Телефон абонента выключен или находится вне зоны действия сети. Скажите, а что с ним? Возможно, сердечный приступ, но картина не совсем характерна. Как-то странно все это. Я уже сообщил в полицию, они сейчас будут здесь. А вы родственница? Я… Я понятия не имею, кто этот человек. Меня сюда пригласил жених. Вот, посмотрите. Я прихожу, Вадима нет, и этот человек на полу. Ой, сейчас… Знаете что? Поехали в больницу. Вас там осмотрят, мало ли что. Угу. Давайте, давайте. Я помогу. Такой стресс. И с вами, и с ребенком все в порядке. Необходимости в госпитализации нет. Простите, пожалуйста, можно попросить у вас с телефона? Мой просто разрядился. Да-да, конечно. Возьмите. Спасибо. Да. Димочка, это я. Господи, Оля, ну ты куда подевался? Я же волнуюсь. Димочка, я тебе потом все объясню. Я жду тебя в третьей больнице в приемном отделении. Забери меня, пожалуйста, отсюда. Да, хорошо. Я заберу тебя. Спасибо большое. Да, пожалуйста. Простите, а вы не видели, что девушка сидела беременна уже на большом сроке? На большом сроке? А, так ее в полицию забрали. Какую полицию? Обыкновенную. Ну, минут десять назад она сидела вон там. Пришли полицейские и убили ее. Простите, пожалуйста. Простите, пожалуйста, вы подскажете, можно ли позвонить? Не положено. Ну, 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 Лавочка, не волнуйся. Это просто какое-то недоразумение. Эй! Девушке плохо! Просто скажите, да или нет, к вам привезли беременную женщину из больницы или в другое отделение. Да проснитесь вы и скажите что-нибудь! Вот давайте не будем только повышать голос. Вот, товарищ следователь, с ними разговаривайте. В чем дело? Что здесь происходит? Да ничего не происходит. Я пытаюсь понять. К вам привезли беременную женщину, Ольгу Терентьеву. Уберите, уберите. Открой! Пройдемте ко мне в кабинет. Присаживайтесь. Да, Ольга Терентьева была задержана по подозрению в покушении на убийство Владимира Игоревича Голицына. Ее доставили в наше отделение. Внезапно ей стало плохо, и нам пришлось ее отправить в медицинский изолятор СИЗО. О чем вы говорите? Какое покушение? Голицына пытались отравить в собственном доме. И там находилась только эта Терентьева. Я ничего не понимаю. Оля, а что она забыла в этой квартире? Понятия не имею. Тем более, что это дело все равно забрали в прокуратуру. Ты уволена! Что? Вот пошла! Алло. Ксения Владимировна, с вашим отцом произошло несчастье. Он сейчас в реанимации. Как в реанимации? Вы не волнуйтесь, самое худшее позади. Его состояние стабилизировалось. Я хочу увидеть своего отца. Если вы этого не понимаете, это ваше. Да! В реанимацию посторонним нельзя! Я посторонняя? Да ты посторонняя! Добрый день. Здрасте. Я лечащий врач Владимира Игоревича. Очень приятно. Вам не стоит так волноваться. Да что вы! Ваш отец будет жить. Хотя состояние пока тяжелое, но организм у него крепкий, сердце здоровое. Я должна его увидеть. Не сейчас. Нет, сейчас. Ему необходим покой. Вам тоже нужно отдохнуть. Может, вам укольчик сделать? Нет. Успокаивающе. Что случилось? Папа умирает. Он в реанимации. Господи! За что это все, а? Да за что? Оспокойся, я прошу. Слушай, все. Сильно он выкарабкается. Болители сказали, что арестовали эту, как ее выгудить. Ой, мамочка, кот. Она не виновата. Она не виновата. Вот это… Муха, пойдем. Тихонько, тихонько, тихонько. Тихонько, ходи сюда. Да, да. Ой, сейчас. Сейчас пройдет. Воды может быть? Сейчас пройдет. Нет-нет-нет. Пока воды нет. Сейчас, извини, я отвечу. Пожалуйста. Может быть, я скорую вызову? Нет-нет, сейчас пять минут посижу, станет легче. Станет легче. Что случилось? Я перезвоню. Я хотела найти валерьянку и все рассыпала. Да ничего-ничего. Так, знобей-то. Господи. Может быть, сделаешь мне горячего чая? Пожалуйста. Да, конечно. Через минуту будет чая. Ну ты как? Прекрасно. Очень жаль, что мы больше с тобой не вместе. Здравствуйте, Ольга. Меня зовут Петр Евгеньевич, я следователь. Я веду дело о покушении на жизнь Владимира Игоревича Голицына. За что вы хотели отравить его? Ну сколько можно? Да я только от ваших коллег узнала, что это был Голицын. Меня впервые в жизни видела. Как вы попали к нему в квартиру? Я повторяю, меня туда пригласил жених. Вы спросите у Вадима, он подтвердит. А вашим сотрудникам я отдала открытку с его адресом. Поинтересуйтесь, пожалуйста. Ладно? И открытка у нас есть. И Вадима спросим. Кстати, этот ваш Литвинов, это он был недавно женихом дочери Голицына. Хватит. Хватит дурочку себя строить. Голицына она не знает. А кто накануне ему в офис звонил? Понятия не имею. Понятия не имею. А вот секретарша Голицына показала, что некая Ольга Терентьева звонила ему, и они говорили по телефону. Что? Кстати, обнаружены твои отпечатки пальцев на бокалах и бутылке с коньяком, в которой был яд. Какие отпечатки пальцев? Вы… Что? Вспомнила? Я понятия не имею, откуда там мои отпечатки. Вы… Ну, хорошо. Допустим, это я собиралась отравить вашего Голицына. Ну, скажите, зачем я стала вызывать скорую? Зачем? Зачем? Я тебе объясню. Зовите, пожалуйста, доктора. Я твой доктор. Здорово. Ну, что там следователь? Да заладил. Это ваша открытка. Вы посылали эту открытку. Я говорю, я не мог так подписаться по Диму. Потому что для всех близких я Димка и Оля меня тоже так называла. Кто мог знать о наших планах с Олей по поводу новой квартиры? Это какой-то бред. Ну, допустим, что это просто удачное совпадение. Кстати, ты тоже можешь оказаться подозреваемым. У меня алиби. Меня в это время в аэропорту трясли. Вот против воли, улики убойные. Одни пальчики на бутылке чего стоят? Она не виновата. Ты понимаешь? У тебя же связи в прокуратуре. Ну, позвони ты, пожалуйста. Ну, узнай, что там на самом деле происходит. Да связи-то есть. Только, понимаешь, слишком большая шишка твой, Колицын. Быстрее каталку! Скорой до сих пор нет. Я не слышу сердцевияния ребенка. Так, живее, живее. На счет три. Быстро. Раз, два, три. Что-то не так сама, девочка. Спасите, я умоляю. Нам нужно самим искать убийцу. Вот только понять бы, где. Здесь. Ксения? Вадим, ты чего? Нет, Ксения, конечно, взбалмошная особа. Но пить собственного отца? По-моему, это уже слишком. Что это за детские каракули? Газета Александровская. Откуда она у тебя вообще? Эту газету я нашел дома у Ольги. Похоже, что она ездила в Александровск. Пока я был в командировке, я вот нашел дома два билета. Ольга мне рассказывала про мальчика Петю, который живет по соседству. Он мальчик-инвалид. Вот здесь на газете как раз его адрес. Получается, что этот Петя или кто-то еще передал Ольге вот эту газету с этой информацией. Она ведь плохая. Какая-то тетя не понравилась какому-то мальчику. Что с того? Что с того? Да он не мог нигде ее видеть. Где он мог с ней встретиться? На светской тусовке? Получается, что Ксения, она приезжала в Александровск. Она там что-то такое сделала, что не понравилась этому мальчику. И мальчик в газете написал, тетя плохая. Допустим. Допустим, Ксения приезжала в Александровск. А как это связано с покушением на ее отца? Я не знаю. Этого я не знаю. Но эта газета, это единственное, что связывает Олю с семьей Голицына. Надо ехать в Александровск. Поехали. Ой, как же. На котик. Здравствуйте. Можно к вам? Здрасте. Заходите. Оль, пришли. Добрый день. Меня зовут Вадим Литвинов. Я знакомый Ольге Терентьевой. Вы ведь ее знаете? Олю, да, знаю. Это мой друг Олег. Здравствуйте. Здрасте. А Оля что? Что-то случилось? Ольгу арестовали. Ее обвиняют в том, чего она не совершала. Оля? Господи. Нам нужна ваша помощь. Я должен поговорить с вашим сыном. Петя, здравствуй. Меня зовут Вадим. Скажи, пожалуйста, это ты рисовал? Ты же знаешь эту тетю? З… 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 Знаешь? Не надо. Я прошу вас. Он болен. Не надо. Не трогайте его. Простите меня, пожалуйста. Он что-то знает. Он может нам помочь, чтобы я смог помочь Ольге. Скажи мне, ты видел эту тетю? Она приезжала в этот город? Я… 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 Ну, чем он может вам помочь? Он ведь не говорит толком. Я… 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 И ручки не слушает моего мальчика. Ну, еще как спокойно, и он хоть слово может написать. А так, уходите, пожалуйста, я вас прошу. Не надо делать. Я слышал, у нас в городе есть хороший реабилитационный центр. Ну, а кто нас возьмет в этот центр? У нас ни денег, ни связей. Мы поможем устроить вашего мальчика в этот центр. Где мой ребенок? Где моя дочь? Лежи и лежи. Тебе нельзя вставать. Почему ее нет? Почему не приносит? Я должна ее покормить. Успокойся. Все нормально. Она умерла? Скажите, она умерла, да? Да что ж ты ерунду говоришь? Жива твоя девочка. Родилась восьмимесячной. Вот и отправили в роддом. У нас нет бокса для недоношенных детей. Я хочу к дочери. Пустите меня к дочери. Я хочу к дочери. Пустите меня по местам. Тихо, тихо, тихо. Успокойся. Тихо, тихо. Это невозможно. К сожалению, я не могу. А вот и ваш мальчик. Он очень умненький и толковый. Наши специалисты ему помогут. Спасибо. Вадим Викторович. Помога лучше узнать? Да, я записала. Петя показывал на нужные буквы. Ничего себе. Я это заберу. Да, конечно. Огромное вам спасибо. Спасибо. Санёк выходил из машины. В машине была тётя из газеты. Она плохая. Санёк, брат Оля, он очень плохой. Он убил бабу Клаву. Я его видел. Я так понимаю, на очереди у нас этот самый Санёк… Гнус ещё тот. Редкостный. Пора им плотно заняться. Пора, пора. Только разговаривать с ним буду я один. Поздравляю, папаша. Ты шутник. Рано поздравлять ещё. А вот дочка твоя так не думает. Взяла и родилась. Уже в роддом перевезли. А почему ты раньше не сказал? Ну, я сам узнал только перед твоим приходом. Решил сразу не говорить, что ты о деле забыл. Психолог, хрен. В какой роддом? В третий. Давай, беги. Я папа. Ты знаешь? Давай, давай. На связи. Психолог. Господи, какие они крохотные. Бывают же такие? Ещё меньше бывают. Ваша справа. Она чудесная девочка. У неё все показатели хорошие. Вы не волнуйтесь. И очень на вас похожа. Правда? Точная копия. А сейчас ты внятно и во всех подробностях рассказываешь о своих отношениях с Ксенией Голицыной. С кем? Не узнаёшь? Я её не знаю. Как насчёт бабушки твоей? Клавдии Григорьевны. Она тебе по ночам не снится, нет? Откуда вы? Тестру продал, бабушку убил. Соседа подставил. Такие, как ты, вообще жить не должны. Хотя можешь орать. Здесь тебя всё равно никто не услышит, кроме озверевших собак. Постойте! Вернитесь, я всё скажу! ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Алло? Ксения Владимировна. Угу. Ваш отец вышел из комы. Поздравляю. Как вышел из комы? Я говорю, вашему отцу лучше. Он вышел из комы. Просто вы просили перезвонить. Да-да-да, я… Алло, Ксения, вы меня слышите? Он говорит? В смысле, он может говорить уже? Может. Хотя очень слаб и с памятью определенной проблемой. Следователь, уже пытался прорваться, но я не пустил. Вам можно. А где он? В реанимации? Где? Нет, его перели в обычную палату. Ну, вы не волнуйтесь. Мы постарались создать для него максимально домашнюю обстановку. Чтобы он побыстрее всё вспомнил. Его адвокат даже фотографию вашу привёз. Очень милый с его стороны черпи-бери. Да, спасибо за звонок. А-а-а. Ага. Привет. Здравствуй. Хорошо, что ты пришла. Я рад тебя видеть. Ты как? Прошу, не испугался. Ты знаешь, я, оказывается, не готов ещё умирать. Ксюшка, дай мне твою руку. Я зато теперь знаю, что самое главное в моей жизни. Я очень, ты меня слышишь, очень люблю тебя. Слышу. Я сейчас приду. Здравствуй, Верочка. Ну, привет. Чего тебе надо? Опять напоить меня и бросить? Ну, что ты, что ты? Разве ему плохо тогда поужинаем? Да нет, отлично поужинаем. Просто после этого кто-то исчез. Мне нужно было срочно возвращаться. Я же о тебе не забыл. Правда? Ещё какая правда? О! Настоятельно прошу вас, не злоупотреблять беседой. Не больше десяти минут. Я постараюсь. Что тебе нужно? Я знаю, кто хотел вас убить. Я тоже. Терентьева Ольга. Дальше что? Это не так. Вы ошибаетесь. Её подставили. Оставь эти версии для следствия. Меня они не интересуют. Владимир Игоревич, в ваших интересах, чтобы вы услышали это первым. Что это? Сейчас всё сами поймёте. Я сам. Дальше, задающий контрольный движок. Я говорю, что твой ответ же не может исчезать. Что это? У тебя есть люди, которые могут быть улыбным. Не надо срочно 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 срочно... И это всё за счёт. Это запись, сделанная Верой, сестрой Ольги. На ней видно, как Санек передает пакет с бутылкой и бокалами вашей дочери. Она дает ему деньги. Почему ты принес это не в полицию, а мне? Эти материалы я обязательно передам следствию. Мне хочется, чтобы вы сами решили судьбу своей дочери. Я понял. Спасибо идее. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА А что, собственно, случилось? Что-то с папой? Не волнуйтесь, с вашим отцом все в порядке. Я к вам по другому вопросу. По какому по-другому? Через два часа у вас самолет в Лондон. Там на ваше имя куплена скромная квартира, а в одном из отделений банков, открыв счет, на который ежемесячно будет поступать достаточная для жизни сумма, это все, что господин Голицын может предложить своей дочери, пытавшись отправить его на тот свет. Вы в своем уме? Как вы со мной разговариваете? Давайте обойдемся без дешевого театра. Ваш отец знает все. И просил сообщить вам, Ксения Владимировна, что не желает даже слышать о вас. Да, чуть не забыл. Вам, Голубушка, не стоит даже думать о возвращении в Россию. Это по какой такой причине? Потому что ровно через час, после того, как ваш самолет приземлится в Хитроу, все материалы по делу об отравлении господина Голицына будут переданы следователю. Кривое зеркало, запомнился все. Пьянтаж становится простым стеклом. Казался смелым, а обычный трус. А рыбка яркая, в душе медуза. Искажение любви, искажение, искажение судьбы, искажение, искажение души, искажение в отражениях кривых. Пошла. Привыкнуть к этому я не смогу. Биевое зеркало я разобью, и пусть изранена моя душа. В осколке зеркала пыли лежат. Петя, давай я тебе помогу, а? Мам, 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 я сам. Всего хорошего, моя дорогая. Не спеши. Остараюсь, только. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Прости меня. Прости, сыночек. Прости, родной. Искажение, искажение судьбы, искажение, искажение души, искажение в отражениях кривых. Прости. Му-たい-то же и космическая характера. Почему? У-у-у-у-ак. Не скучай, нет. Не сковор cldit. Мама, здравствуй. Как дела? Я хорошо. А как ты, скажи? Как там дома? У меня всё в порядке. Прости меня, пожалуйста. Я тебя очень прошу. Мне очень стыдно. Ксюша, я давно просил тебя. Я тебя очень люблю. Ты отнеси это туда, на стол. Простите. Добрый вечер. Я очень рад, что вы пришли. Поздравляю. Добрый вечер. Это моя жена, Ольга. Откуда это у вас? А, это медальон моей бабушки. Там внутри. Можно посмотреть. Пожалуйста. Да. Это медальон Клавдии. Вы что-нибудь про своего деда знаете? Нет. Ни я, ни мама его никогда не видели. Но бабушка очень любила его. Всю жизнь. Да. Господи, какой же я дурак. Какой же я дурак. Я только теперь понимаю, почему она сбежала тогда. Вы? Вы есть тот Володя? Да, это я. Мама! Мамочка! Да, моя хорошая. Мама, познакомься. Здравствуйте. Здравствуйте. Это мой дедушка. Твой папа. Дорогие друзья, прошу секундочку внимания. Алис, Алла да Жора. Давайте поприветствуем их горлыми аплодисментами. Смелыми аплодисментами. А можно подержать? Конечно. Иди ко мне, малыш. Вот так. Здравствуй. Мама. Мамка. Мама. Еда. Мама. Иди ко мне, маленькая. Мама. Три. Мама. Это деколик. Мама. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА